Здравствуйте, дорогие друзья! Очень интересный факт. Оказывается, большинство тех, кто, проживая в гостинице, заказывает еду в номер, делает это именно потому, что привык сочетать прием пищи с просмотром телевизора. Вот об этой вредной привычке мы сегодня и поговорим о трое этого. Меня страшно заинтересовала вот эта штука. Я просто не пойму, что это такое. Выглядит как-то, как вещь, не имеющая отношения к грудному вскармливанию. Это очень мудрая тоже система, которая очень гуманная. Я вот думаю, что, где, когда принести и сказать, ребята, для чего вот эта мудрая гуманная система, что с ней делать? Часто вообще приходится ходить к американским врачам на плановые осмотры? С самого начала каждые два дня, когда родился ребенок, надо проверять вес. А потом через каждые три месяца и году это получается каждый год. Сейчас я вам покажу там, где дети заболевшие сидят. Да. Очень страшная комната, очень. Прямо так похоже на наши страшные больные комнаты, да. Ты хочешь помешать со мной? Ну, давай, бери в руки. Мешай. Вот так. Спасибо тебе. Горячая. Да. Все, что готовишь, всегда все горячее. Горячая. Итак, дорогие друзья, хотел бы сегодня поговорить с вами на тему телевизор и еда. Вот просмотр телепрограмм во время приема пищи. Конечно, вот на самом деле проще всего сказать так. Ребенок, телевизор и еда не полезна никогда. Поставить на этом точку, но, тем не менее, этого недостаточно. Людям нужны аргументы вообще какие-то, почему это так вредно. Я вам скажу хотя бы, почему это вредно. Прежде всего, это вредно потому, что когда ребенок смотрит телевизор, то он регулярно видит по телевизору рекламу. Рекламу чего? Рекламу продуктов питания. И уж точно, если он увидел по телевизору несколько раз вот это мороженое или вот эти конфеты, то пока вы ему это не дадите попробовать, он же с вас не слезет. То есть, понимаете, на самом деле, к чему я все это говорю? К тому, что мы с вами в большинстве случаев не понимаем главного. Мы не заинтересованы в том, чтобы дети ели больше. С точки зрения детского здоровья, мы как раз заинтересованы в том, чтобы количество поглощаемой ребенком пищи было как можно меньше. Тогда вопрос, а для чего нам во время еды телевизор? Ну, для того, чтобы он не смотрел в тарелку, да, и ел, ел, не отвлекался, короче, от бабушки или от мамы, которая в это время мечет ему еду в рот. То есть, понимаете, в чем суть? Что происходит с нормальным человеком, когда он смотрит на еду? Да, формируется аппетит, при этом у него что происходит? Вырабатывается желудочный сок, кишечный сок, сок поджелудочной железы, желчь, все это вырабатывается. А если в это время он на еду не смотрит, он смотрит на телевизор, да, что у него вырабатывается? Наверное, что-то не то, да? Вот, наверное, какие-то процессы нарушаются. Почему мы вообще смотрим телевизор во время еды? Почему на кухне обязательно есть телевизор? Ну, я понимаю маму, которая готовит в одиночестве, да, и ей там телевизор веселее. Но знаете, что самое страшное? Это огромная проблема, даже не детская. Проблема состоит в том, что когда папа приходит с работы, то во время ужина он не с мамой разговаривает, а смотрит телевизор. То есть мы сформировали модель семьи, в которой взрослые люди не разговаривают друг с другом. Поэтому я фиксирую внимание на том, что как раз вот ужины или совместные обеды – это с незапамятных времен, там, где это могли себе позволить, был ритуал. Даже в очень бедной семье, когда мама ставила огромное ведро со щами, и садился отец с длинной ложкой в руках, и все могли есть только после того, когда он разрешит. И папа говорил всем сыновьям и дочерям, что будем делать завтра, где косить, где сеять, что делать, да. То есть это был как бы совместный разбор полетов семьи, да. Вот сейчас этого нет. Более того, мы, кстати, когда я говорю мы, я все-таки тут совершенно конкретные претензии предъявляю к лицам женского пола. Да, мужики очень сильно виноваты, потому что они приходят домой и смотрят телевизор вместо общения с женами и детьми. Но женщины виноваты именно потому, что они всячески с помощью телевизора реализуют свой инстинкт. Чем больше еды я засунула у своего ребенка, тем лучше я мама. И телевизор помогает это сделать. Тем не менее, уверен, у вас есть куча вопросов по этому поводу. Доктор, скажите, все-таки ребенка можно ли отучить от того, что он смотрит телевизор? У меня, например, дочери 5 лет, да, и она может смотреть, может не смотреть, но она предпочитает все-таки смотреть телевизор, даже если она не все с тарелки съест. Я бы предпочел, чтобы ваша дочь предпочла общение с вами, а где телевизор, конечно же. Если у вас жесткой зависимости нету, но ведь привычка же останется. Сейчас она привыкнет смотреть телевизор и не будет общаться с вами. Потом она будет смотреть телевизор и не будет общаться со своим мужем. Нет ничего хорошего в этом, пусть лучше общаются. Поэтому давайте этих привычек не формировать. Вот и все. Вообще, здесь даже научные статьи, доказывающие, что семейное благополучие во многом определяется таким фактом, есть у вас столовая или нет. Вот если у вас есть отдельная комната, где вы всей семьей питаетесь, и в этой комнате телевизора быть не должно. Да, вопросы. Чем можно заменить телевизор? И нужно ли заменять телевизор? Или сконцентрироваться на еде, на том, что ребенок ест? Вот здорово. Вот самый классный вопрос. А чего надо заменять? Ребенок должен прибежать на кухню с криком «Мама, я тебя съем!» «Мама, я голодный!» Если он реально голодный, то процесс поглощения пищи занимает 10 минут. Ну реально занимает 10 минут. Почему эти 10 минут ребенок не должен сидеть носом в тарелку? Посмотрите, что с нами делает цивилизация. У нас специально создаются привычки, формируются, чтобы мы, глядя в экран, жрали. У нас же к нам сейчас идет мировая мода. Мы, если идем в кинотеатр, мы что должны с собой взять в кинотеатр? О, если мы без вот этого ящика зашли в кинотеатр, это же неполноценный просмотр. То есть я к чему это говорю? Давайте, когда мы кушаем, будем кушать. Наслаждаясь видом пищи, получая удовольствие от еды, не ставя целью съесть все, наоборот, как только вы видите, что он пытается оторвать глаза от тарелки, вы должны спросить, наверное, ты уже не хочешь? Молодец, хватит. Все. Я хочу еще раз зафиксировать ваше внимание на одном из самых важных правил здоровья человека. Именно глобальное правило, как быть здоровым. Вот есть правило там, не пить, не курить, заниматься спортом. Это, кажется, очевидные правила. Но вот одно из самых актуальных правил для того, чтобы быть здоровым, надо мало есть. Мало есть. Никогда не есть только потому, что оно вкусное. Есть надо потому, что мы голодные. В общем, закончу с чего начал. Телевизор и еда не полезны никогда. Вы сделали правильные выводы. Приятного аппетита. Дорогие друзья, вот сегодня мы поговорим о всяких штуковинах, которые придумала промышленность для того, чтобы помочь женщинам с грудным вскармливанием. И у нас в гостях, Ирина Ивановна, огромный специалист по вот этим всем кучей штук. Я тут половина не знаю, для чего это все надо. Вот первое, что я у вас хотел спросить. Вот, судя по всему, как бы придумали для решения любых проблем. Ну вот, допустим, проблема трещины соска. Что вот из этого может помочь? Ну, первое, что мне хотелось бы сказать, что грудное вскармливание – это дар. Это божественный дар, который мама обязана донести своему ребенку. И если она это будет знать, она будет использовать все эти штуковины. К сожалению, действительно, мелкие такие неприятности бывают. Да, вот как трещина. Да, вот трещина, что? 75% женщин, как гласит статистика, страдают от гиперчувствительности или повышенной такой болезненности, чувствительности соска. И 25% женщин страдают от боли, от очень резко выраженной боли, которая делает грудное вскармливание подчас даже невозможным. Первое – это что мы должны помочь, спасти, устранить причину и продолжать кормить, безусловно. Эта установка у мамы должна быть всегда. Для этих целей у нас есть бальзамы, которые состоят из ланолина, высокоочищенного, природного. И как раз-таки гарантия качества и безопасности – это то, что они не требуют смывания. То есть ребенок это может глотать, ничего страшного нет? Совершенно верно. И я бы хотела напомнить всем мамам, что состав надо внимательно изучать. Потому что под маской таких бальзамов для заживления трещин соска зачастую действительно в составе бывает спирт, бутилокси, гидрокситолуол, бывают парафиновые масла, ореховые масла. И пить из этой груди придется ребенку. Я хочу проверить. Дайте на палец, я должен это попробовать просто. Потому что если оно невкусное, выяснится, что мы какую-то гадость рекламируем. Это безвкусно, а главное – это беззапасно. Не жалейте, не жалейте. Я не жалею, но он очень тупой, потому что это овечий жир в чистом виде. Ну, подтверждаю ни вкуса, ни запаха. Короче говоря, это не помешает мне сосать грудь, если что. Нормально, одобряем. Хорошо, а я слышал о том, что кроме вот этих всяких мазей, есть всякие накладки. Тут есть что-нибудь похожее? Совершенно верно. Тут мы поработали над причиной. Но нам же надо продолжать процесс вскармливания. Да, да, да. И для этого действительно есть вот такие тоньше листа бумаги, накладочки на сосок. Они бывают действительно… Они разной формы, я смотрю, да? Они есть разной формы и есть разного размера. Форма выбрана вот такая не случайно. Почему? Есть вот здесь этот вырез. Для того, чтобы ребенок ощущал тепло и запах своей мамы. Носиком он касается… Совершенно верно. Есть тактильный контакт, да? Да. Ребенок ощущает ее тепло. Это очень важно. Но есть вот такого плана еще накладочки. Они из природного натурального материала латекса. Для того, чтобы их одеть, надо немножечко вот так вывернуть. Они легко фиксируются. Можно смочить водой. Я понял, к трещинам сосков вы подготовились. А есть ли проблема, например, ну вот, к примеру, вот форма сама соска не такая, как надо? 10% женщин страдают от того, что у них плоские соски. И при неправильном захвате такого соска такая женщина становится потенциальным кандидатом на трещины, да? И дальше усугубляется эта проблема вскармливания. Для этого действительно существуют формирователи или корректоры сосков. Значит, я прошу обратить внимание на то, что разные они бывают действительно по форме. Ну, по сути, они должны что? Моделировать сосок. Как? Значит, некоторые из них носятся, допустим, до беременности. И надо прекращать их ношение уже после 6 месяцев. Вот, допустим, здесь мы видим силиконовую мембрану, которая оказывает нежнейшее сопротивление. И мама должна помнить, что бюстгальтер должен быть на размер больше. Она это вставляет, носит 20 минут до кормления. Может носить седьмого месяца беременности, тоже по 20-30 минут. Хотя, если он действительно очень проблемный, этот сосок, можно носить и час. Есть вот такой очень интересный. Значит, он устроен по принципу нашей знаменитой груши, где работает действительно... Понятно, это понятно, да. Нежно воздух, да. И он его формирует буквально за считанные минуты. Сосок вытягивается, кормление становится возможным. То есть я так понимаю, что при проблемах с формой сосков мы просто подготавливаем сосок непосредственно... Формируем его, моделируем, корригируем его форму. Это понятно. Что вот это такое? Вот это? Для чего? То есть, судя по всему, это какие-то прокладки, да, которые по консистенции. Совершенно верно. Это, в общем, та фактура, которая знакома каждому по одноразовым подгузникам. Только чуть нежнее похоже. Что это? Это прокладки в бюстгальтер, которые действительно выполняют функцию защиты не только белья. Ну, это не очень эстетично, ходить с пятнами, да. Плюс еще они защищают, в первую очередь, сосок. Защищают они его от того, что он не мокнет, не киснет, не мацерируется. Он всегда сухой. Нет развития тоже вредной среды. И таким образом защищается... Это да. Я так понимаю, что это тут не просто так стоит. Да, мы можем испытать. Они бывают одноразового использования и бывают многоразовые. Я хотела бы обратить внимание на многоразовое... Это вот это, да, многоразовое? Да, многоразовое использование. У нее очень нежная текстура, тканевая основа. И такая прокладочка стирается очень удобно при 40 градусах, но впитывает очень много. Ну, я вот проверил, действительно сухой совершенно. Ну, тем более, что молоко поступает по каплям не так сразу, да? Да, 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 я понимаю. Я хотела бы рассказать еще о очень важном устройстве, которое, опять-таки, несет в себе тройную смысловую нагрузку, да, и защиту. Первое, что оно делает, оно собирает молоко. Когда мама дорожит каждой каплей молока, она будет использовать вот такой молокосборник. В чем заключается его основа? Та же силиконовая мембрана, плюс еще идет дополнительная защита соска. Да, и она связана с тем, что сосок находится в некой воздушной полости в камере, он ни с чем не соприкасается, он просто в воздухе, да? Здесь есть для вентиляции отверстие. И потом это же может служить удобным желобком для того, чтобы слить и не потерять каждую каплю молока. Они бывают разные, все очень продумано. Вот прошу обратить внимание, что есть вот такие, которые используются для длительного ношения между кормлениями. Они вентилируемые. Все понятно. Есть такие, которые используются действительно в период лактации на вторую грудь. Мама кормит, непроизвольное проистекание молока происходит из другой груди. Здесь этих вентиляционных отверстий нет, удобный желобок. Мы тоже бережно собираем каждую капельку молока. Я давно уже смотрю на вот это вот, пытаюсь понять, что это такое. Выглядит, как какой-то маленький пулемет карманный. Это смарт-соска, которая позволяет... Смарт-соска. Смарт-соска, которая позволяет ребенку, даже если он нуждается в дополнительном докорме грудным молоком, не переключиться на соску. Ни для кого не секрет, что грудь... Разный механизм сосания. Совершенно верно. Это тяжелая физическая работа. Да, есть детки ослабленные, у которых слабо выражен этот рефлекс. Им даже по медицинским и жизненно важным показаниям необходимо действительно докармливаться из соски. Вот такая соска, она силиконовая, это очень правильный размер. И основан он на том наблюдении, что сосок увеличивается в два раза во время сосания. Вот эта дырка, она пугает всех. Как из такой соски может не выливаться молоко? Но здесь есть очень хитрый механизм, и он заложен как раз-таки в такую верхнюю часть. Это отверстие для того, чтобы молоко протекало, но вместе с тем там стоит контроль расхода молока, регулируемый только силой вакуума, который создает ребенок во время сосания. Понятно. Я, так сказать, подведу тогда итог, насколько я понял. Если нам надо любой ценой сохранить именно грудное вскармливание, то тогда вот это. Если речь идет об искусственном вскармливании, то тратить на это деньги совсем не обязательно. Совершенно верно. В общем, механизм сосания будет другим. Плюс еще ребенок не потеряет действительно навыки сосания, он их наоборот будет развивать. Мама в это время решит свои какие-то проблемы, ребенок подрастет, и дальше переход от соски к грудному вскармливанию будет возможным. Я понял. Ну, есть вещи, которые я точно знаю. Для чего я так понимаю, что вот это вот, и вот это, это контейнеры для сбора молока, которые мы можем потом замораживать. Но меня страшно заинтриговала вот эта штука. Я просто не пойму, что это такое. Просто выглядит как-то, как вещь, не имеющая отношения к грудному вскармливанию. Это очень мудрая тоже система, которая очень гуманная. Я вот думаю, что, где, когда принести и сказать, ребята, для чего вот эта мудрая гуманная система, что с ней делать? И еще веревка. Это система, которая действительно учитывает права на грудное вскармливание каждого ребенка, даже усыновленного. То есть мама, которая утратила лактацию, у которой снижена лактация, у которой ребенок, опять же таки, со сниженной способностью и сниженным рефлексом сосать, может использовать эту систему. Ее устройство очень простое. Она вешается на шею. Здесь регулируется длина веревки. Плечики должны быть на уровне соска. Здесь есть система вот таких вот капилляров. Тоже поток регулируется в зависимости от цвета клапана. И крепится на сосок, по центру соска, специальный гипоаллергенный хирургический пластырь. И ребенок начинает активно сосательные движения. То есть туда наливается, я так понимаю... Он пьет, как из трубочки, смесь или донорское молоко. Понятно. Если у него слабо выражен сосательный рефлекс, и мама сцедила ему свое молоко, значит, он будет пить молоко матери. Шикарно. И тогда уже давайте, поскольку я вижу тут еще вот сумку какую-то мы приволокли. Для чего это? Я сначала подумал, что это что-то лишнее. Что это? Это сумка, которая позволяет мамам рожать детей и делать карьеру. То есть это термосумка. Она выглядит очень стильно, но вместе с тем ее предназначение даже не в моде и не в красоте, а в том, что здесь есть действительно элемент, который выполняет роль охлаждающего элемента. Мама сцедилась на работе, как и в жаркую погоду транспортировать молоко, да? Надо соблюдать холодовую цепь хранения. Вот есть такой элемент, который мы заморозили, сюда поставили. Тут можно хранить контейнеры с молоком и вместе с тем молокоотсосы. Понятно. Для переноски и транспортировки очень удобно. Кстати, коль скоро речь зашла о контейнерах, которые надо замораживать, насколько я понял, судя по всему, вот это тоже подлежит заморозке или нагреванию. То есть это для компрессов, да, для прикладывания к молочной железе. Единственное, что меня смущает, мне кажется, что если это будет холодное, то не очень комфортно вот это прикладывать. Да, для этого есть специальные тканевые чечки, которые обеспечат особый комфорт. То есть вот эта штука сюда засовывается. Совершенно верно. Значит, это действительно термонакладка. Это своего рода скорая помощь для грудной железы. Если бывает период застоя молока, лактостаза, да, грудь распирает, налитость, свинцовость, или вы чувствуете неконтролируемый, нежелательный приток молока, значит, для этого нужно ее в охлажденном виде приложить на грудь. Вот эти вот жемчужные элементы позволяют ей быть очень гибкой и охватывать железу на 360 градусов. Значит, если нужно действительно стимулировать приток и поток молока, да, допустим, для того, чтобы сцеживание было более комфортным и быстрым, мама спешит, да, она может использовать ее в теплом виде. И последнее, среди вот всего этого, как-то так выделяется вот эта штуковина. Что это? Для чего это? Поделитесь. Вот очень часто слышим, да, такую тему, как лактационные кризы. Достается от лактационных кризов и мамам, и детям, и педиатрам, да. Как с ними бороться? Казалось бы, какое отношение эта подушка имеет к лактационным кризам? Мама будет спокойна. Она сядет в специальное кресло для кормящих мам, выровняет спину. Ноги у нее будут стоять на специальной подставочке. Причем это кресло имитирует движение в околоплодных водах, то есть оно покачивается вперед и взад, ни в коем случае не вверх и вниз. Мама сидит удобно в этом кресле, ноги на подставке. Ребенок часами висит на груди, ведь это же лактационный криз, как мы стимулируем? Только прикладыванием к груди. Мама положила ребеночка, плечевой пояс у нее разгружен, отдыхает позвоночник, руки, и мама кормит ребенка грудью и наслаждается этим процессом. В общем, наверное, я так понимаю, главное. То, что все эти приспособления позволяют решить практически все проблемы с грудным вскармливанием. Просто я вижу главную проблему в том, что люди очень часто сдаются. Или боль, или дискомфорт. И просто проще послать папу за смесью. Поэтому, наверное, наша с вами главная цель сегодняшней нашего общения это призвать всех женщин к тому, что для решения любой проблемы придумано огромное количество устройств. И в магазинах специализированных есть консультанты, которые помогут в каждой конкретной ситуации. Поэтому не пренебрегайте такой возможности. Спасибо огромное вам, Ирина Ивановна. Я бы очень хотела сказать, что мы всегда поможем. И этот арсенал, он действительно в поддержку грудного вскармливания. И самый необратимый ресурс – это время. Если мы его потеряли, мы его не нагоним. Дети растут только раз. Мы это должны помнить и успевать покормить грудью и насладиться. Молочных рек. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, пришло время нашей замечательной рубрики «Планета мам». И с нами Лена из Соединенных Штатов Америки. Ох ты! Это книжка доктора Комаровского. Какая прелесть. Здравствуйте, Леночка. Где это вы сейчас? Рассказывайте. Мы сейчас у нашего любимого педиатра. Наш педиатр зовут Элин Оздамир. Очень приятно. Тимоша сегодня два года. Ну, не сегодня, а несколько недель назад. Но мы сегодня на двухлетний осмотр. А часто вообще приходится ходить к американским врачам на плановые осмотры? Я лично пытаюсь не заходить, если не надо. А есть ли положенные сроки, Леночка? Положенные есть. С самого начала каждые два дня, когда родился ребенок, надо проверять вес. А потом через каждые три месяца и году это получается каждый год. Понятно. То есть что с вами сейчас будет доктор делать? Или с вами уже что-то сделали? Ну, доктор у нас взял капель крови, гемоглоин, и ощупал все наши места. И просил про диет. Скажите, пожалуйста, у нас огромная проблема привести к педиатру ребенка, и чтобы он не контактировал с другими детьми, которые часто сопливые. Как это происходит вот в американской практике? Вы встретились с другими детьми? И нас сразу с первой ступеньки провожают либо в здоровую ожидальную комнату, либо в комнату там, где дети пришли на прием по поводу болезни. Замечательно. То есть абсолютно разные комнаты. То есть у вас фиксированное время, к которому вам было назначено. Вы пришли, вы никого другого не видели. Окей. Я так понимаю, что если ребенок заболеет, вы в эту же комнату и придете с ним. Ну, мы придем в больную комнату, а не в вторую. Не в эту, в другую. Что есть красивое и интересное? Покажите, похвастайтесь. По этому коридору мы прошли. Это наш, там, где его взвешивают, нашего ребенка. Это стоит наша коляска, кстати. И вот тут мы ждем. Это здоровая комната. И вот сюда мы проходим по коридору. Тут такая серфинговая доска. А в больной комнате, по-моему, тоже никого нет. Сейчас я вам покажу там, где дети заболевшие сидят. Очень страшная комната, очень. Прямо так похоже на наши страшные больные комнаты, да. Замечательно. А вот сидит эта девочка, которая меня приветствует и собирает с нас информацию для страховочной компании. И я смотрю, как-то у них не очень принято надевать на медработников специальную одежду, да. Там все как-то очень по-домашнему. Абсолютно не принято. Только в операционных отделениях. Скажите, Лена, а это именно офис педиатра или взрослые там тоже? Ну, она вот только в этом месяце взяла врача, который будет заниматься взрослыми. Но вообще-то это педиатрический офис. Она просто хотела добавить врача для взрослых, чтобы они помогли вести семейное здоровье перед беременностью. Скажите, пожалуйста, вопрос. Насколько дорого общение с таким доктором? Кто платит? Вы из кармана? Страховая компания? Как это происходит? У нас есть страховая компания, которая, когда я прихожу больная, с меня берут 20 долларов. Когда я прихожу на мои обыкновенные приемы раз в год, с меня ничего не было. Какое оборудование есть здесь? Есть ли здесь лаборатория, рентгенаппарат, аппарат ультразвуковой диагностики? Что-то здесь есть? Именно здесь рентгена и ультразвука нет, но есть, где можно делать обыкновенные кровяные анализы. То есть моего ребенка проверили на гемоглобин. Могут проверить мочу на некоторые очень простые болезни. И в основном, если что такое, сразу посылают в больницу. Скажите, пожалуйста, есть ли у супербогатого человека в Америке шансы, что детский врач придет к нему домой? Наверное, есть. Но это надо быть очень-очень богатым. Вы себе такого не позволите? Очень-очень богатым. Очень-очень-очень, да? Да. Понимаете, у нас просто очень часто, когда мы сравниваем нашу медицину и медицину американскую, нам всегда кажется, что наша медицина хуже всех. Просто мы, может быть, единственная страна, где у мамы есть шансы принять и напоить чаем педиатра у себя в доме. Ну, я думаю, что проблемы с медициной есть у каждой страны. И так же, как вы писали в своей книжке, в основном нужно уповать на то, что родители будут иметь здравый смысл. И вопрос, если можно поработать немножко переводчиком. Мне интересно, как часто в практике доктора бывают родители, которые отказываются от вакцинации, и что она с ними делает, с такими родителями? Говорит, самый хороший вопрос. Как минимум 30% пациентов очень относятся к этому делу с осложнениями. К вакцинации именно. Настороженно, да? И очень много вопросов. С самого начала она смотрит на пациента, на этого ребёнка, и в какой среде этот ребёнок растёт. Начиная с воды, которая идёт из крана, заканчивая, какими игрушками этот ребёнок играется. И, в принципе, реакция на вакцину зависит от не только самой вакцины, но и среды окружающей ребёнка. То есть родители должны быть уверены в том, что доктор об этом также думает, и как-то знать, что вакцина — это только одна маленькая часть того, что влияет на их ребёнка. И если родители не хотят делать прививки, то лучше, конечно, их держать поближе и объяснять, и пытаться каким-то образом повлиять на их мышление именно, а не просто выгонять и говорить, что мы вас лечить не будем. Обнимите доктора от меня и скажите, что нам очень приятно, что по обе стороны океана у педиатров, у нормальных педиатров одни проблемы, одни родители и одни тенденции. Спасибо, коллега, огромное за взаимопонимание. Спасибо. Вы приятны. Спасибо большое за нами. Спасибо огромное вам, Леонид. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну, мне кажется, было интересно, да, по итогам общения. Какие есть вопросы, друзья? Что вас больше всего удивило в этой ситуации? Меня лично приятно удивило и очень верится в то, что будет и у нас такая комната здорового ребёнка, комната, да, приболевшего или больного ребёнка. И вот эти коридоры — это всё в таком радостном стиле. И главное, отделено, чтобы лишний раз контактировать. Меня, например, больше всего порадовало, что эти коридоры пустые. Правда? Ну, потому что я реально вижу чуть ли не главную проблему нашей поликлиники в том, что добраться до кабинета педиатра, не встретив сопливого ребёнка, невозможно, да. А потом мы рассказываем о том, что вот сделали прививку, и после этого у нас сопли. От прививки, казалось бы, да. Ещё что кого удивило? Какие вопросы возникли? Ещё меня удивило то, что врачи без халатов, без бахил, и как бы это удивительно. Ну, это вообще на самом деле, вот халаты и так далее, это действительно огромное заблуждение наше. Вот мы настолько к этому привыкли. Вот нам надо, чтобы врача сразу было видно, что это врач. Они просто трубку вот на шею повесили, и видно, что это врач. Понимаете? Пецодежда нужна в операционной. А во всём остальном должно быть как можно больше простого бытового шерсти, пыли. Чем больше вы приносите микробов в больницу, тем меньше будет микробов больничных. Будут те микробы, которые принесут. Они не такие опасные. А в детском возрасте, это же вообще ключ. Вот эта ситуация, когда ребёнок видит белый халат, и вот уже истерика готовая. Истерика готовая. Он слышит только шаги в виде человека в белом халате, он уже рыдает. И поэтому во всём мире давным-давно решили, что в больнице не может ходить человек в халате. Клоун ходить в детской больнице может и должен быть. А врача в белом халате там быть однозначно не должно, если там нет операционной. Конечно. Здорово. Ну что, друзья, у нас сейчас, как вы понимаете, время завтрака. И, собственно говоря, это не только время завтрака, это уже и время нашей замечательной, нашей постоянной рубрики, рубрики, которая ставит перед собой цель загнать папу на кухне. И без мамы. Мама должна отдыхать. Папа на кухне вместе с ребёнком. Ну, вам пока приятного аппетита. Учитесь, мы встретимся в школе. Здравствуйте, папа. Сегодня я приготовлю любимое блюдо моего сына. Макароны с телятиной и грибами. Но не просто макароны, а макароны в виде тачек. Смотри, какие тачки, сынок. Такие макамони-мони. Тачки. А пока мой сын играется, мы начнём готовить. Берём телятину. Нарезаем. Примерно вот такими пластиночками равномерными. В этом рецепте будет несколько секретов. Запомните, что всегда, чем одинаковее режешь, тем быстрее и равномернее это готовится. Поехала, макароны, 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 макароны. Оп, теперь мой маринад. Он вам покажется странным, но поверьте, каждый ингредиент этого маринада делает своё дело. Берём, кладём мясо. Добавляем каплю соевого соуса. Берём две с половиной ложки крахмала. Четверть стакана воды. И перемешиваем вот в такую кашеобразную массу. Ставим воду, неподсоленную, простую, и доводим её до кипения. Вот такая масса у вас должна получиться. Отставляем её в холодильник до того момента, пока закипит вода. В это время ставим на газ нашу сковородку. Мелко нарезаем половинку луковицы, чтобы она сразу пошла у нас кубиком. Добавляем в сковородку оливкового масла, лук. Нарезаем грибы. Я взял шампиньоны двух видов, белые и коричневые. Обрезаем ножку. Она в этом рецепте не нужна. И нарезаем полукольцами. И отправляем туда же в сковородку. И я отставляю на другую плиту, это тушится. Здесь у нас закипела вода. Мы достаем заранее наше замаринованное мясо в крахмале. И опускаем его в кипящую воду. Да, сынули? На плечико хочешь? Сейчас пойдёшь. Секунду. Ты будешь папе помогать? Давай. Иди ко мне. Оп. Давай поможем. Опускаем мясо в водичку. И ждём, пока водичка закипит. Не забываем помешивать. Я жарю грибы. Ты хочешь помешать со мной? Ну давай, бери в руки. Мешай. Вот так. Спасибо тебе. Горячее. Да. Всё, что готовишь, всегда всё горячее. Горячее. Ты сядешь к себе? Да, да, да. Ну давай. Берём, сливаем. Добавляем наше мясо в грибы. Чуть-чуть соевого соуса. Добавляем буквально 100 миллилитров куриного бульона. Пробуем на соль. Крахмал дал неповторимый вкус мясу. Оно стало нежным. Это очень вкусно. Добавляем четверть стакана сливок. Упариваем наш готовый соус где-то на 30%. И добавляем заранее отваренные макароны. Пропариваем, протушиваем. Спасибо, Олег. Тебе было сладко. Посмотри, какие получились. Макамони-мони. И украшаем их сверху тёртым пармезаном. Вкуснятина. Вкуснятина? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Подписывайтесь на наш канал.